Чем же так славится редчайший белый эспарцетовый мед? И каковы его полезные свойства? Вы узнаете в этом видео. Меня зовут Константин Долголет, это Мишка Добрыня. Поехали! Я думаю, почти все девушки преклоняются перед этим нежнейшим и воздушным сортом меда, который мы собираем с одноименного растения эспарцета в Краснодарском крае. Его, бывает, путают с каким-то желтым донником, хотя настоящий мед из эспарцеты имеет такой тонкий вкус розы. А редчайший мед из эспарцеты из-за того, что самих мест очень мало. То есть, например, если не знать точки, легче поехать на какое-нибудь горячишное огромное поле в несколько гектар, или поле из подсолнуха, где фермеры вас будут встречать просто хлебом и солью, потому что пчелы, они здорово увеличивают урожайность. Поэтому, как правило, пчеловоды — это лучшие гости. Еще благо, мед из эспарцета, в принципе, пчелам нравится, потому что если мы едем на тот же какой-нибудь кориандр, то аромат кориандра этой кинзы пчел отпугивает, и они будут всеми силами стараться собирать нектар с других медоносов. Да, я помню, Костя, сколько мы мучились, собирая мед из кориандра. Благо, с эспарцетом все радужнее. Поэтому, наверное, натуральный мед из кориандра, он и не будет стоить 100 рублей. Да, тут же мы еще не учитываем тот факт, нравится ли самим пчелам собирать нектар с данного растения или нет. Или им лучше полететь на какой-нибудь клевер, золотарник, липу. И чем же так полезен эспарцетовый мед? Сейчас все мужчины могут сделать звук погромче, потому что мед из эспарцета замечательно улучшает потенцию, возвращает половую активность. И сам, в принципе, я его очень люблю. Мне кто-то из друзей сказал, что, Костя, добавь еще какой-нибудь морковный сок, и все будет точно замечательно. То есть в нашем мире существует так много целебнейших продуктов, о которых мы с вами не догадываемся и не знаем, и прибегаем к помощи малознакомых и сомнительных препаратов. В то время, как матушка природа уже, в принципе, все дала. Бери да пользуйся. Также эспарцетовый мед снижает нервозность, раздражительность. Вы перестанете срываться на своего соседа. Да, соседи же они все разные, порой бывают встречаются такие, что там пол ведра меда из эспарцета съешь, и все равно никак не полегчает. Как бонусом, белый мед из эспарцета, он снижает уровень сахара в крови и уменьшает количество холестерина. Эспарцет замечательный защитник от бактерий и вирусов. Когда вы понимаете, что накатывает ощущение слабости, какой-то вялости, тут уже и сопли начали течь. Обязательно доставайте ведро белого нежного меда и можете по вкусу еще добавить, например, лимон. Для особо отчаянных скажу, что также можно использовать и чеснок с клюквой. И буквально после двух и трех ложек вы станете свежим, как огурчик. К тому же это один из самых вкуснейших сортов меда, которых я когда-либо вообще, в принципе, пробовал без преувеличения. Белая акация для некоторых даже рядом не стояла. То есть это натуральный и приятный сорт меда, который очень сильно напоминает тоже пирожное, только с целебными свойствами. Девушки, они просто визжат от радости, когда находят этот ароматнейший сорт. По опыту скажу, что те, кто в принципе не любят мед, если хотя бы один раз попробовать мед из эспарцета, возможно, ваши вкусовые привычки, они кардинально изменятся. Потому что он с виду мед, хотя по вкусу он как будто не мед. Если вы в детстве кушали трубочки с белковым кремом, именно белковый крем очень напоминает белый мед из эспарцета. Тут опять же, в принципе, как и с любым редким сортом меда, нужно быть предельно осторожным и аккуратным. И встречается крайне редко. Поэтому его нужно брать у пчеловода, которому вы в принципе доверяете. Потому что, как правило, большинство людей, они не знают всех тонкостей, не разбираются и на этом магазины зарабатывают деньги. Да, поэтому тут обязательно смотрите в оба. Я вот у Кости мед постоянно кушаю и я в восторге. Хорошо, Добрыня, а в целом будь то эспарцетовый мед, мед из кориандра, самое главное это кушать действительно хорошую и качественную пищу от природы, необработанную. Делать вас энергичнее, продуктивнее, моложе, радостнее. И в целом жизнь у нас становится ярче, начинает играть новыми красками. И вам повезло, дорогой зритель, потому что я занимаюсь натуральными и качественными экопродуктами для долголетия. Натуральным медом с продавленным маслом холодного отжима, элитным китайским чаем, сушеными грибами, собранными в экологически чистых местах. Если желаете по-настоящему натуральные и качественные экопродукты, пишите в личные сообщения, все подробности будут в описании. Буду рад вам помочь, подсказать, что да как, крепкое здоровье, лучшее подспорье. А с вами был Константин Долголет, желаем вам волшебного дня.